всем доброго времени суток сегодня хочу рассказать и показать немного про транзисторов как мы знаем транзисторы бывают полевые и биполярные данный момент перед нами полевой транзистор справа это обозначение полевого транзистора он имеет три вывода затвор сток и сток затвор это вход он управляется напряжением у каждого полевика свой порог у данного составляет от 2 до 4 вольт если меньше этого значения подать на вход то транзистор полностью не откроется транзистор полевой 20 n60 по структуре n-канальный на вход нужно подавать положительное напряжение если транзистор п-канальный на вход подают отрицательный транзистор биполярный структура npn сейчас проверим на неисправность переключаем прозвон диодов красный шуб это положительный а черный шуб это отрицательное одним словом плюс и минус это нужно учитывать транзистор биполярный структура npn в базу подключаем положительный красный шуб коллектору отрицательный черный шуб на приборе мы замечаем цифры это падение напряжения мили вольтах переставляем шуб на вывод эмиттер в общем транзистор исправен решил показать таким образом думаю будет более понятно слева полевые транзисторы справа биполярные внизу графическое обозначение транзисторов для проверки транзисторов нам необходима любой цифровой мультиметр начнем проверку с транзистора 20n60 красный шуб подключаем сток черный шуб к истоку это закрытое состояние транзистора смотрим на прибор а теперь откроем транзистор красный шуб необходимо подключить к затвору на пару секунд после возвращаем в исходное положение смотрим на цифры они меньше чем в начале это означает транзистор в открытом состоянии у некоторых транзисторов это значение еще меньше, но если это значение покажет в закрытом состоянии, то транзистор неисправен. Легендарный транзистор IRF44N, это состояние транзистора, закрытое, на тестере показывает 530 мВ. Чтобы открыть транзистор, необходимо красный шуб подключить к затвору, после возвращать исходное положение и следим за прибором. Транзистор теперь в открытом состоянии и будет длительно, пока не закрыть, а закроем мы его вот так, подключаем черный шуб к затвору и транзистор переходит в закрытое состояние. Теперь проверим биполярные транзисторы, в отличие от полевых, они имеют падение напряжения больше на переходе. Итак, транзистор BD139, структура NPN, к базе подключают положительный шуб к коллектору, черный шуб, смотрим на прибор. Это нормальное состояние транзистора. Теперь к эмиттеру подключаем черный шуб. Падение напряжения должен оставаться таким же. А если один из переходов пробитый, то сопротивление будет близко к нулю. Также нужно проверить, подключая черный шуб к базе, а красный, по очереди, коллектор, эмиттер. В этом случае сопротивление должно быть бесконечным. Если прибор покажет ход какое-то сопротивление, то транзистор неисправен. Транзистор BD140, структура PNP, на базу подключают черный шуб на коллектор и на эмиттер красный шуб. Смотрим на прибор, это падение напряжения на переходах. Если один из переходов пробитый, то сопротивление будет близко нулю. Подключаем наоборот, сопротивление высокое, а если пробитый, то по нулям. Мощный транзистор 13009, к базе подключаем положительный шуб к коллектору и эмиттеру, отрицательный. На приборе указывает падение напряжения на переходах. Подключаем наоборот, сопротивление очень высокое, что прибор не рассчитан на это и не показывает, это говорит о том, что транзистор исправен. Маломощный транзистор BC557, черный, подключаем к базе, красный, подключаем к коллектору. Прибор показывает падение напряжения на переходе. Переключаем шуб на эмиттер. Подключаем наоборот, сопротивление бесконечный. Здесь уже к базе подключается положительный шуб, коллектор и эмиттер, отрицательный шуб, прибор в обоих переходах, показывает небольшую разность падения напряжения, этот транзистор BC547 исправен. Если падение напряжения будет меньше, чем указано, то транзистор не будет справляться своей работой, он неисправен, а если пробитый, то тестер издаст такой звук. Надеюсь, доходчиво объяснил. Я всего лишь рассказал немного, если этот видеоролик будет интересно, я еще сниму подобное. На этом видеоурок завершается, на этом, пожалуй, все.